сегодня поделюсь секретами с помощью которых я плавлю стеклянные бутылки если вы думаете что это просто то это не так расплавить стеклянную бутылку можно так можно так а можно и вот так сегодня расплавим целую кучу бутылок и делать это будем по-разному поэтому не переключайтесь будет интересно в предыдущем ролике я собрал бюджетную муфельную печь из огнетушителя которая работает на газу а в качестве наполнителя использовал базальтовую вату которая держит температуру до 900 градусов кстати если нет баллона и горелки можно использовать паяльную лампу немного хуже но тоже вариант еще я сделал несколько гипсовых форм которые сохли почти неделю за полчасика я зачистил их наждачкой и смотрите какие они симпатичные не уверен что гипс выдержит температуру по тысячу градусов надеюсь и хватит хотя бы на раз на всякий случай сделал еще две формы из кирпича огнеупорный кирпич в отличие от гипса работает при температуре до 1600 градусов выборку делал алмазным диском и лучше всего это делает сегментный диск итак план значит такой в теории я знаю какой будет результат ну а на практике посмотрим вместе первую бутылку расплавлю так чтобы она хорошо запеклась вторую изнутри украсил битым зеленым и синим стеклом надеюсь выйдет что-то стоящее в третьей плавке сплавим половину зеленой и коричневой бутылки заметьте она с трещиной поэтому прогрею ее сильнее чем другие четвертой бутылке запечем советские монетки и поскольку сегодня день экспериментов то пятой будет бутылка с этикеткой которую можно снять только с помощью пескоструйного аппарата возможно сгорит краска а возможно лопнет и бутылка если уцелеет достану ее из печи понизив температуру до 100 градусов не факт но тоже может треснуть шестую бутылку попробую нагреть быстрее чем другие минут за 10 эти краш тесты уберегут от ошибок новичков несколько бутылок постараюсь расплавить не перегревая а в заключение попытаюсь сделать прикольный сувенир надеюсь получится итак первая бутылка все действия покажу пошагово припылим форму гипсом чтобы бутылка не приплавилась и поставим в печь кстати пришел измеритель контроля температуры теперь не нужно гадать падает температура в печи или поднимается газ расходуется с умом и экономно при охлаждении стекла этот измеритель тоже незаменимая вещь если будете делать электрическую муфельную печь то такой прибор может регулировать температуру в том диапазоне который вы запрограммируете в комплекте шла термопара до 700 градусов для стекла это мало и я купил отдельно на 1300 ссылки на приборы оставлю в описании под видео кстати такую термопару не нужно засовывать печь целиком достаточно опустить на две трети если засунуть по юбку скорее всего оплавятся контакты а так даже провод можно подключать с любой изоляцией еще мне пришел мулиток и неземнистый войлок который работает при температуре в 1200 градусов наполнитель менять пока не вижу смысла заменю когда прогорит базальтовая вата каждое 100 200 градусов прибавляю газа печь изнутри начинает краснеть после 550 градусов бутылка начала плавиться после 750 градусов поднял температуру до 900 после чего отключил газ утеплил и ждал когда она остынет через три часа в печи было около 50 градусов форма вся потрескалась собственно она рассыпалась блюдце мелковаты явно передержал более детально результаты рассматривать будем позже бутылку с битым стеклом запекал при температуре 850 градусов временем на нагрев ушло немного больше думаю из-за огнеупорного кирпича из печи достал на следующий день с формой все в порядке бутылка по ширине вылезла за край форму самую малость можно еще расширить снизу стекло почти не запеклось признаться думал будет лучше половинки плавил в гипсовой форме температуру держал не выше 900 градусов минуты три охладил до 62 получился странный блин и форма потеряла форму отложим пока четвертую положил монетки влазили не все поэтому сделал надрез от которого пошла трещина бутылка лопнула как только включил газ разогрел до 800 градусов думал монетки не вплавлять а слегка прижать остывала три часа ну а получилось непонятно что получилось пока уберем бутылка которую грел быстрее чем обычно лопнула при температуре 180 градусов не переключайтесь это еще не все я расплавил еще несколько бутылок 2 из которых вертикально поднять температуру до 250 градусов мне удалось третьего раза две бутылки с более толстым стеклом при нагреве лопнули термопару опускал в смотровое окошко когда поднял температуру до 850 градусов заметила что бутылки начали наклоняться как смог придал им форму и оставил охлаждаться у меня было мало времени и бутылки охлаждал немного быстрее чем обычно посмотрим что получилось класс очень даже симпатичный сувенир есть одна трещина знал бы что выйдет что-то стоящее так бы не спешил удалим остатки гипса смотрите-ка несмотря на наклон у них даже устойчивость какая-то есть я бы эту парочку назвал ну собутыльники есть ощущение что они идут с вечеринки и поддерживают друг друга забавно вышло любопытно как бы эту парочку назвали вы пишите в комментариях посмеемся вместе не уважаешь уважаю но пить не буду ну что же осталось посмотреть что я сделал за два дня и поделиться советами и секретами эту бутылку я грел до девятисот градусов в гипсовой форме гипс немного вплавился стекло скопировал трещинки которые образовались от нагрева в гипсовой форме в самом стекле трещин нет этот мусор попал сюда со стенки печки и вплавился позже покажу откуда он взялся эту бутылку я грел до восемьсот пятидесяти градусов гипс не вплавился в целом мне нравится эту тоже грел до восемьсот пятидесяти градусов если внутри залить цветную жидкость закупорить пробкой а горлышко обмотать пенькой или джутом получится прикольная вещица это та самая бутылка с нестираемой этикеткой которую я достал при ста градусах если ее сравнивать с целой бутылкой то видно что этикетка немного выгорела внизу немного заметна трещинка это была прямоугольная достаточно большая бутылка чтобы она не вылезла из формы я ее немного не догрел можно было еще чуть-чуть погреть но в целом нормально эту бутылку если помните я расплавил в первом видео а это так что из двух половинок на мой взгляд а самая жуткая если бы я ее нагрел до 1000 градусов думаю воздух вышел бы весь а так пришлось эти пузырьки вскрыть и зачистить чтобы кто-либо случайно не продавил и не порезался кстати если посмотреть на свет можно увидеть силуэт зайчика или чертика это винная бутылка которая лопнула на 180 градусов при сравнительно быстром нагреве от этой бутылки я ждал большего не думаю что было бы лучше если бы я ее сильнее нагрел гипс бы тогда вплавился в донышко а пузырьки воздуха начали бы подниматься вверх как и в бутылки с чертиком больше такие сэндвичи делать не буду края бутылки прилипли к форме из кирпича от этого при охлаждении появилась маленькая трещинка снизу битое стекло вообще не пропеклось больше похоже на песок бутылка с монетками мне не нравится даже если бы бутылка не лопнула сразу при плавке трещинки все равно бы появились вокруг монеток при охлаждении потому что у металла и стекла разные физические свойства в общем так не делайте и наконец дорогие друзья собутыльники эта идея мне понравилась больше всего думаю ее можно развить и сделать еще что-то интересное проведем голосование если вам эта идея нравится голосуйте за кнопка справа вверху представьте к примеру сплавленные и наполненные бутылки на праздничном столе согласитесь такая бутылка не останется без внимания результат в целом мне нравится если вам тоже нравится ставьте палец вверх о чем я еще не сказал если сравнивать мою печь с электрическими сделанными из огнеупорного кирпича у моей есть два достоинства она гораздо быстрее нагревается и намного экономичнее для цветных металлов это просто супер 27 килограммового баллона газа мне хватило на 8 бутылок разделите на стоимость газа и получите себестоимость изделия вместо газа можно использовать паяльную лампу это тоже плюс еще она легкая мобильная и бюджетная но есть и недостатки она остывает за три часа для металла это неважно но каждый кто занимается фьюзингом скажет что так быстро охлаждать стекло нельзя это нарушение технологии стекло должно в час остывать на 50 60 градусов иначе внутри стекла создается напряжение и рано или поздно изделие может лопнуть или даже взорваться я не думаю что мои бутылки могут взорваться да и плавил я их не на продажу еще один недостаток моей печки это то что металлические стенки печи периодически нужно чистить от окалины если этого не делать окалина может плавиться в стекло как это было у меня и последний недостаток это то что в отличие от электрических печей мою печь лучше использовать на открытом воздухе из-за угарного газа вот кажется и все напомню что независимо от результатов голосования на тему плавки стекла будет еще одно видео хочу из обычного оконного стекла сделать расписное для уличных фонариков скоро из китая придет не только цветное стекло для фьюзинга я еще заказал керамическую бумагу и никелевую фольгу фольга и бумага в отличие от гипса в теории к стеклу не липнут посмотрим так ли это на практике на этом все дорогие друзья спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал и